Девчонки, всем привет! С вами Марина. Я покажу вам свою косметичку на неделю. Сейчас я, к сожалению, не могу выкладывать видео, потому что я не дома. Мы поехали на море, и мне просто пришлось предыдущую косметичку немножко дополнить новыми продуктами. И я все это взяла с собой. Мне некогда было как-то с этим всем разбираться. Для того, чтобы вспомнить, что было в прошлый раз, я нашла картинку на планшете. Я делала эту фотографию для того, чтобы зафиксировать, какие были продукты для Инстаграма. И вот хочу вам показать, чтобы мы вместе с вами сейчас вспомнили, что было у меня в прошлый раз. Ну вот видите, что продуктов совершенно немного. Сейчас вы сможете заметить, что многие из них остались, и кое-что у меня даже закончилось. Сейчас покажу, что. Итак, давайте же сначала, наверное, начнем с того, что у меня было в прошлый раз. И это палетка теней от Элье Т04. Я обещала как-то с ней разобраться, подумать, нужна она мне или нет. Но вот видите, взяла ее еще с собой на неделю, потому что не было времени искать какие-то другие палетки. И в принципе я пользовалась, и даже пользовалась вот этим вот болотным оттенком. Ну, конечно же, качество этой продукции очень хорошее. Мне очень нравится, но оттенки действительно не совсем мои. Поэтому думаю, что в будущем я эту палетку куда-то пристрою. И если это случится, я обязательно вам об этом расскажу. Следующий продукт от Эссенс, тональный крем Stay All Day. Оттенок 15 Soft Cream. Пользовалась этим продуктом, очень он мне нравится. Сейчас подходит по тону кожи, и он дает небольшое такое влажное свечение на скулах. Очень красивое, с радостью сейчас его использую, пока есть такая возможность. В принципе, продукт небольшой, тут всего лишь 9 мл, так что, думаю, на ближайшее время мне хватит. Так, закончился у меня с прошлой недели консилер от Эльф. Вы видите, как я умею использовать продукты до конца. Это было тено Кайвори. И я думаю, что в будущем я куплю себе такой продукт, если будет возможность. Потому что нужно заказывать из Америки это все. Вот, смотрите, до самого дна я использовала. Очень нравится, подходит мне этот оттенок. Не знаю, наверное, возьму еще позже. Пока еще есть чем пользоваться, пока не буду покупать. Дальше тут у меня попал крем для век. Это нам не нужно. Также на прошлой неделе я не использовала вот этот пробник Sol Elixir от Evroche. Использую его здесь, там салфеточка парфюмированная. Тут мне пригодится, я думаю. Так, с прошлой недели еще тушь была вот эта. Great Lash от Maybelline. Там у меня только шанельки почему-то фокусируются на фоне, я так смотрю. Нравится мне эта тушь, пока что тоже использую. Но, как видите, я взяла это все с собой. И на этой неделе я тоже этим пользуюсь. Единственное, уточню, какие продукты уже добавились новые. Также продолжаю заканчивать базу Бел Космекс Мирель гель-корректор. Тут, кстати, она у меня тоже хорошо идет. Вечером наношу под макияж. Нравится. Неплохо. Но стараюсь, конечно, сильно не усердствовать с базами, потому что они так или иначе могут забивать поры. А мне бы этого, конечно, не хотелось. Также взяла кисточку такую, ланком. Вы ее уже видели, мне нравится. Немного отвлеклась и начала вам уже рассказывать про продукты для этой недели. Ну, точнее, про кисточку только рассказала. Ну, в общем-то, сейчас постараюсь сосредоточиться на продуктах, которые были в тот раз. И это были Метеоринты, и также они поехали со мной. Герлен. Оттенок Cotain Door 03. Пользуюсь, нравится. Но здесь использовала мало. Вот как-то на море большой необходимости в них нет. А вообще, это мой любимый продукт. Очень нравится. Также была помада. 396. Это у нас Севентин. Такая розовая. Так. Мне придется это все высыпать. Сейчас посмотрим. Карандаш RetroShit Kayao Reflame. Вот так осталось. Пользуюсь. Блеск в Роше беленький. Gloss and Charm. Luminelle серия. Тоже использовала на прошлой неделе. И на этой неделе использую. Также у меня был парфюм. Troussard de Donna. Немножечко здесь еще осталось. Карандаш для бровей. Cascade of Colors. Неподточенный. Извините. Оттенок 102. Пользуюсь. Нравится. Также, если не ошибаюсь, был еще бронзер от Chanel. Это Soler Tande Chanel. Terran Bram. Оттенок 63. Это мой любимый бронзер. Я его просто обожаю. Он классно работает. Прекрасно. Делает свежий, отдохнувший вид лица. Очень удобная кисть. Двойная. С одной стороны более мягкая, с другой более жесткая. Очень-очень нравится. И жаль, что это лимитка у Chanel. Но в принципе они выпускают очень много хороших продуктов. Поэтому есть шансы попробовать что-нибудь еще лучшее. Так. Все. По-моему, с продуктами с прошлой недели я закончила. И получается, что вот эти продукты я добавила на новую неделю. Здесь у меня новенький сити-блок от Clinique SPF 25. На пляже я всегда использую только его. И вообще это мой must-have. Я его уже покупала несколько раз. Очень мне нравится. И я думаю, что я с ним буду дружить еще не один год точно. Пока не найду что-то лучше. Но впрочем, я и не ищу ничего лучше. Мне очень нравится. Хорошо защищает от солнца. У меня была возможность в этом убедиться. Потому что один день я забыла его нанести на лицо. И кожа немножечко сгорела. А вот когда он на лице был, очень хорошая защита. Мне очень нравится. Так, здесь у меня еще есть такое средство для бровей от Lumine. Это гель коричневый. Я его взяла на всякие случаи. И особо тут даже и не пользуюсь. Думала, может быть, на пляж как-то буду немножечко там брови укладывать. Но нет, ничего этого не делаю. Ленюсь. Невея масло для губ. Сочная малина. Очень нравится. Увлажнение тут необходимо. Поэтому продуктов для губ много с собой. Не стала экономить место. Так это выглядит. Красивенько. Аромат тоже приятный. Также брала такую помаду YSEN LORAN. Ружеволюб оттенок 2. Такой. Это одна из моих любимых помад. Нежная такая, нюдовая. Немножечко в розовую уходит. Очень красивая. Мне не сушит. Шелушение не подчеркивает. Ну, в общем-то, если кому-то такие помады не пришлись по душе, попробуйте их на бальзам наносить. Очень хорошо. Тогда точно не будет никаких шелушений, ничего. Мне нравится. Также брала блеск Guerlain. Из серии Terracotta. Это номер 1. Очень красивый летний блеск. Очень нежный. Небольшой шиммер в нем есть. Так, видите, сколько всего я для губ взяла. Блеск Dior. 267. Блеск Clinique. Ну, это блеск бальзам. Он хорошо увлажняет. Это оттенок 10. Grapefruit. Он прозрачный. Я думаю, не буду делать сводч. Просто обычно бесцветный. Но делает хороший объем. Мне нравится. Корректор свой, консилер, я заменила таким средством от Mary Kay, моим любимым. Это консилер Beige 1. В линейке их всего два оттенка. Светлый и темный. Вот это светлый оттенок. Он мне хорошо подходит. Можно, в принципе, даже тональный не использовать. Немножечко вот этого консилера и пудра. И вы будете выглядеть просто супер. И пудрочку взяла Chanel. Называется она Matte Lumiere. И оттенок 80. Контур. Оттенок называется SPF 10. Здесь есть. Оттенок такой, можно сказать, для смоглых. Вот так вот он выглядит. На камере он немножечко светлее получается. Не знаю, сводч. Есть смысл делать или нет. Вы, наверное, не увидите ничего. Ну, вот так вот, видите, немножечко светлее, чем моя кожа даже кажется. Все, девчонки, на этом все. Вот такая будет косметика на этой неделе. Увидимся уже, когда приеду. Буду выкладывать все эти видео, которые здесь наснимала. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok